Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 32 глава. Практические советы своему сыну дает премудрый наставник, и они для нас оказываются очень актуальными, которые, притом изложенные прекрасным языком библейским и сопровождающиеся замечательными яркими образами, напечатлеваются навсегда в душе и зовут следовать им этим любомудрым советам. Если поставили себя старшим на перу, не возносись, будь между другими, как один из них. «Позаботься о них и потом садись, и когда все твое дело исполнишь, тогда займи твое место, чтобы порадоваться на них и за хорошее распоряжение получить венок». Вот оказывается, с чем связана земная карьера, с возможностью самому послужить ближним. Как некогда Господь, припоясавшись, омыл ноги ученикам своим, только после этого возлег, так и нас призывает следовать за собою, и чем выше кто поставлен, каким распорядителем, то прежде всего пускай проявит достоинство свое к занятию этого высокого места по печеньям о всех, кто принимает участие в этом деле, над которым он поставлен. «Разговор веди ты, старший, ибо это прилично тебе». Не надо демонологии, демагогии и демократии. Не надо допускать общего шума и выражения всеобщих и разнообразных мнений. «Разговор и всякое дело надлежит вести старшему, тому, кто поставлен и кому прилично это делать. С основательным знанием и не возбраняй музыки». Речь идет все-таки о трапезе, с которой мы делаем выводы и для других служений человека, но, тем не менее, в деле застолья, пускай будет и место основательному знанию и доброму руководству, но при этом и музыке, которая есть, конечно же, движение чувств, восторгов, которая побуждает к чувству ликования и радости. «Когда слушают, не размножай разговора и безвременно не мудрствуй». Хорошо, когда тебя слушают, но умей и ограничить свое многословие с тем, чтобы не присытить своих слушателей, как от избытка меда бывает отвращение от сладкого. «Что рубиновая печать в золотом украшении, то благозвучие музыки в перу за вином». Опять же, что еще за музыка годится к празднику человеческому в меру, как некий камень на драгоценном металле. «Что смарагдовая печать в золотой оправе, то приятность песней за вкусным вином». «Свойственно украсить ювелирные изделия со вкусом тому, у кого есть к этому соответствующий навык. Потому и в отношении песен надлежит быть разборчивым, и музыкальную культуру освоивший не будет заложником разрушительных, антигармоничных, какофонических звучаний или песен, вредящих душе, на который падок наш век. «Говори, юноша, если нужно тебе, едва слово два, и то, когда будешь спрошен. Говори, главное, многое в немногих словах. Будь как знающий и вместе как умеющий молчать». И мне кажется, как образ камня на золотой оправе для песни на перу для нас ярко запечатлевается в памяти, так и немногое слово, и то, когда спросят, в оправе молчания, которые и создают общую красоту. «Среди вельмож не равняйся с ними, и когда говорит другой, ты много не говори. Грому предшествует молния, а стыдливого предваряет благорасположение». И так как неизбежно, если молнию ты увидел на горизонте, вскоре услышишь след за ее появлением гром, так за твоей стыдливостью при разговоре, умением быть сдержанным, непременно приобретешь ты благорасположение. Как молния бывает сейчас прекрасно и нечасто, состояние человека терпеливого, внимательно слушающего и не настаивающего на своем мнении среди тех, кто, может быть, и готов тебя слушать. И так как неизбежен гром всем след за молнией, так неизбежно благорасположение к человеку, стыдливому и скромному, ведущему беседу со всякой уступчивостью своему собеседнику. «Вставай вовремя и не будь последним, поспешай домой и не останавливайся. Там забавляйся и делай, что тебе нравится, но не согрешай гордым словом». Это не только в гостях актуально, но и дома. И не остается безукоризны от Господа тот, кто дома себе позволяет, что называется, расслабиться и проявить себя во всем своем надмении в отношении домочадцев, над которыми тем легче это учинить беззаконие злословное и гордое, насколько они тебе ближе и насколько вы друг от друга зависимый. Но это же не повод быть надменным и гордым с теми, кто особенно близок тебе и кто столь много о тебе печется, умея оказаться сдержанным среди пира, среди посторонних людей. «И за это благословляй сотворившего тебя и насыщающего тебя своими благами». Вот лучше, чем надмиваться над домочадцами, благодари Бога за них и особенно за тех, кто тебя почивает и Бога, насыщающего тебя своими благами. Поминай с благодарностью, видя в домочадцах не рабов твоих, а тех, через кого сам Господь одаривает тебя столь важными для тебя благами. «Боящийся Господа примет наставление, и с раннего утра обращающиеся к Нему приобретут благоволение Его». Вот заповедь о ежедневных утренних молитвах, которые далеко не все из наших зрителей и слушателей приняли для своего ежедневного употребления. А ведь это необходимый волнорез, при котором волны страстей не захлестнут берега твоей души. А ведь огромное приобретение от этих утренних молитв. С раннего утра обращающиеся к Нему приобретут благоволение Его. Ищущие закона насытятся им, а лицемер приткнется в нем. «Боящиеся Господа найдут суд, и как свет вас жгут правосудие». Итак, дар рассудительности в земных делах дан тому, кто сам умеет обрести правое место пред Господом, то есть не лишиться в сердце своем благоволение и страха пред Ним. «Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинения согласно желанию своему». Грешность этого грешного состоит не в том, что уязвлен он грехом, а в том, что не хочет он быть обличенным и сам себя оправдывает согласно своим прихотям и похотям. «Только исповедь и раскаяние врачуют те греховные страсти, которые присущи человеку. Человек рассудительный не пренебрегает размышлением, а безрассудный и гордый не содрогается от страха и после того, как сделал что-либо без размышления. Без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся». Речь идет не о том, будто ошибки не должно покрывать покаянием, а о том, что в ином месте свидетельствует нам Священное Писание «блажен, кто не сомневается в том, что избирает». Только выбор должен быть сделан в соответствии с заповедями Божьими, с волей Божьей, с волей и своей, но направленной на благое. И тогда, после рассуждения, предпринятые решения не будут причиной для твоего раскаяния. «Не ходи по пути, где развалины, чтобы не споткнуться о камень, не полагайся и на ровный путь, остерегайся даже детей твоих». Итак, кто чем увлекается, тот тем и искушается. Там, где нет доброй дороги, но только камни и рытвины, там неизбежно тебе приткнуться. Будь осторожен и не ставь себя под удар в тех ситуациях, где нет надежности и крепкого полотна дороги под ногой твоей. Равно и когда находишься на ровной дороге, не слишком ею увлекайся, не думай, что она всегда будет такая, или на ней и невозможно преткновение. Остерегаться надлежит всех во всем, понимать возможность изменений и недобрых. Остерегаться даже детей своих — это не значит быть подозрительным, мнительным, сходить с ума от ревности и зависти и усматривать даже в самих близких людях своих предателей. Это значит правильно помнить об ограниченности человеческой природы и жить, как говорил Феофан Затворник, как бы с некоторой опаской. А воистину есть чего опасаться. Надлежит стяжать страх Божий и осторожность в своих и мыслях, и словах, и действованиях. И тогда минимальное количество скорбей будет выпадать на твою долю. Во всяком деле, верь душе твоей, и это есть соблюдение заповедей. Итак, душа, просвещенная верой, является лучшим измерителем всех твоих будущих шагов. Верующий закону внимателен к заповедям и надеющийся на Господа не потерпит вреда.